Ехать хотят многие. Стоимость путевки, а в этом году она обходится в 23 700 рублей, пугать не должна, уверяют власти. По программе кэшбэк родители смогут вернуть 50%. Путевку выбирают на сайте мирпутешествий.рф или подавая заявку на местном портале заявка22. Оплата путевки происходит онлайн на странице выбранного лагеря или туроператора с зарегистрированной картой МИР. При этом оплатить можно любое количество смен и получить возврат в неограниченное число раз. Период приобретения путевок в этом году достаточно продолжительный с 31 марта по 31 августа. С учетом тех льгот, которые предоставляются еще на краевом уровне, действительно делают стоимость отдыха для любой практически семьи посильной и финансово подъемной. В итоге для многих цена на отдых ребенка составит 1200 рублей, а путевок с кэшбэком куплено уже 6000. В этом году в лагерях будут по-прежнему следить за соблюдением антиковидных мер, а родителям напоминают, что далеко не каждый лагерь официальный. К примеру, в прошлом году на территории одной из баз отдыха был обнаружен лагерь без лицензии. Прежде чем отправлять детей в лагеря, надо внимательно посмотреть реестр и понять, есть ли этот лагерь в реестре, и имеет ли он право осуществлять деятельность по организации отдыха детей. На заседании в правительстве отметили, что загородные лагеря в своей основе строили в середине прошлого века, и многие серьезно изнушены. Поэтому у регионального Минобра стоит задача попасть в федеральную программу реновации. К началу июня ее представят на обсуждение. В федеральном бюджете будет выделена достаточно серьезная сумма денег, которая поможет нам восстановить те лагеря, которые уже стоят в реестре недействующих лагерей на территории муниципальных образований, и обновить материально-техническую базу, достроить крупные какие-то объекты на территории тех лагерей, которые сейчас уже у нас функционируют. Ну а что касается этого сезона, то заезд планируется одним днем. Массовых мероприятий с участием приглашенных артистов по-прежнему не будет. Изновшеств, поднятие флага России, проведение просветительских мероприятий, изучение особенностей региона, основ законопослушного поведения. Минобре сообщили, что патриотическому воспитанию сегодня планируют уделять особое внимание. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин.